Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Собственно, весь вопрос касается того, что автор Ольга просит объяснить поведение ее мужа. История такая, что он ходит в браке с мужем, когда он косячит, он постоянно молчал. Развелись, три года молчал, в большинстве случаев ходить я даже не вспоминал. Раз в полгода, может что-то сказать, собственно, жалуется на долги, кредиты и ипотеки. К слову сказать, я после разговора не пропала и далеко пришла. Ребенка лечила одного старшего совозы и на море свозила. Младенькая, талантливый человек, не сказать, что легко, но дети закалили и заставили жизнь вдохнуть в себя. Мой вопрос связан с тем, что вы объяснили поведение в целом. Человеку 34 года, после разговора, повторюсь, манипулирует, что мне с детьми не справиться, что сама ушла от него. Пришлось вынести ему остатки нервной системы и вывернуть условия. Либо ты берешь ответственность за детей и хоть как-то участвуешь, либо пишешь отказ, или я иду в суд. Но что он пытался, конечно, поныть и пожаловаться на жизнь, но отказ от детей у нотариуса оформил в пользу усыновителя, якобы. Как вообще так можно родных кровиночек возненавидеть? Ниже прикреплю редкий ответ, и может, что-то не понимаю в этой жизни. Первое. А то, что у меня нет такой возможности, и я по уши в долгах, тебя это совсем не беспокоит. Второе. На мне два кредита и ботика я не смогу жить с такими долгами. Вот что-то в этом духе пишет, хоть и без всякого финансового участия просила помочь с ребенком. Сейчас пошла в суд и расцениваю его молчание как пофигизм и нежелание брать ответственность. Также не буду засорять чат, человек замучил, тикач, что я хорошо живу. Опять же, детей обходят мимо. Конечно, хорошо, что я написал отказ, представляю, как бы впоследствии сломал мою сам психику, является раз в год. Объясните, пожалуйста, эту модель поведения. Ну, что я могу здесь сказать? Я могу здесь сказать, что психологи не объясняют поведение третьих лиц. Мы работаем только с теми, кто непосредственно обращается. То есть, можем поработать с вами и, например, спросить вас о том, допустим, для чего вам знание о том, почему мужчина ведет себя так, а не иначе. То есть, для чего это вам? Развод, о котором вы говорите, по-видимому вас травмировал. Ну, любой развод это психотразма. Вот. И скорее всего, ваш развод с мужем не является исключением из этого правила, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что нужно в любом случае помочь вам прожить те чувства, которые у вас после остались. Вот. Что это могут быть за чувства, да? Это может быть обиды. Вот. Это может быть какое-то одиночество. Это может быть какая-то злость и так далее. Вот. То есть, какие-то чувства у вас есть. И вот что это за чувства, которые двигают вас сейчас, пытаться объяснить поведение человека. Крайне важно понять. Потому что ни одно объяснение на самом деле вас не удовлетворит. потому что, например, боль, ну, ваша собственная боль или ваши собственные переживания никак не зависит от объяснений. Но вы можете свои чувства, да, вырезать, может быть даже мужчине, и вам станет легче. Вот. Понимаете, момент в том, что вы же выбрали этого человека себе в супруге. Когда-то. Когда-то. Вот. Вы решили связать с ним свою жизнь. Когда-то. И как-то потом все не сложилось. Вот. Что-то пошло не так. Вполне вероятно, что в глубине души вы как-то, ну, сложно сказать, ругаете или корите себя за выбор, который вы сделали. Вот. Может быть, идея заключается, ну, основная идея заключается в том, что вы слишком сильно идеализировали, может быть, человека. Вот. А сейчас вы его напротив деидеализируете, обесцениваете и так далее. Вот. А вот вы говорите, что он там жалуется на какие-то вещи и так далее и прочее, а вы почему-то не воспринимаете это всерьез. Нет, конечно, речь не идет о том, что вы должны воспринимать всерьез то, что он говорит. Речь не идет о том, что вас должно как-то, ну, волновать, что ли, то, что он вам рассказывает. Нет. Ни в коем случае. Конкретно об этом речи не идет. Но. Как вы на это реагируете? Как вы реагируете на то, что он вам это рассказывает? Вот. Какими вы реагируете на это чувствами, эмоциями? То есть, буквально, как вы на это реагируете, вот это вот очень, на мой взгляд, было бы интересно увидеть. Потому что, как вы, я надеюсь, понимаете, именно то, какие чувства, какие эмоции, да, у вас пробуждает вот то, когда человек вам рассказывает то, что рассказывает, и является составным, составным элементом. Ваши проблемы здесь. Вот. Да. Безусловно, 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 вы многое прошли. Безусловно, вы многие вещи смогли преодолеть сам. Но. Что интересно. Вы говорите, что благодаря детям я смогла вдохнуть в себя жизнь. А, меня это, честно говоря, заинтересовало. А что было до детей? До детей у вас не было жизни? Или как? Как? То есть, что вот, что вот, происходило-то с вами? Вот. Это очень, как мне думается, важный момент. Есть ощущение, конечно, что вы что-то пытаетесь компенсировать за счет своего мужа и за счет, ну, за счет такого своего к нему отношения. Конечно, я не говорю о том, что вы не правы ни в коем случае. Я думаю, что вы сможете вести себя так, как хотите, и вряд ли кто-то вас отсудит. Вот. Но дело здесь, конечно, немножечко в другом. Вот. Дело в том, как вы в эту ситуацию психоэмоционально вовлечены, скажем так. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что, если вы не замечаете того, как вы вовлекаетесь в эту ситуацию, да, не замечаете. И пытаетесь при этом понять поведение человека, ну, поведение человека. Вот. То есть большое основание полагать, что вы все еще с ним находитесь в отношениях. Несмотря на то, что сами отношения уже давным-давно закончились. Но вы до сих пор находитесь в отношениях с ним. Пытаетесь что-то доказать ему, пытаетесь что-то доказать себе и так далее. Хотя это уже все по большому счету не актуально. И вы сами это прекрасно знаете. Вот. Ну, судя по, опять же, вашему тексту, да, судя по вашему сообщению и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что вам в первую очередь нужно обратить внимание здесь на себя, вот, а не на своего мужа. И если, как вы говорите, вас он, ну, например, там, допустим, уже не особо, к примеру, волнует, да. Вот. Или если вы смогли, там, условно говоря, научиться, как вы утверждаете, научиться жить без него. Вот. То, что, к чему все эти попытки его станят. Вот. То есть все это очень хорошо. Вот. Очень сильно напоминает, вот, как раз, незавершенность отношений, к сожалению. Вот. Вот. Ну, это нормально, потому что, как я уже не один раз говорил, что раз в год это всегда странно и странно нелегко. Вот. И то, что вы вот так переживаете и так далее, это все понятно. Вот. Вероятно, вам было страшно, вероятно, вам было больно и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То, что вы сейчас стали сильнее, вы, с одной стороны, человеку благодарны за то, что он, вроде как, помог вам стать сильнее, да. Вот. Но, с другой стороны, конечно же, вы и злитесь. И то, что вы злитесь, вполне возможно говорит о том, что вы где-то вот в глубине души считаете такую ситуацию не... Ну, например, несправедливой. Вот. То есть вы считаете, например, что так быть не должно было. Вот. То есть, ну, не должна была быть такая с вами ситуация. Вот. Не должно было это. Все так сложилось. Вот. Так как сложилось, да, и что это весьма-весьма плохой и скверный оборот приняло. Ну, вот это, это, ну, понятно. Вот. Вам, по возможности, все-таки важно вот вернуться к себе. Кстати, вот в этом закаливании, о котором, о котором вы довольно много говорите, вот, весьма легко, на мой взгляд, забыть о себе. Что-есть, забыть о своих чувствах, забыть о том, как это быть слабо, быть слабой. Вот. Ну, просто потому, что кажется, что не позволяет, ну, как бы, вот, ситуация, да, то есть, вот, то, что происходит, да, вот, не позволяет вам, в общем-то, быть слабым. Вот. И на все, что с вами происходит, на все, на все, с чем вы сталкиваетесь, вот, а вы реагируете вот таким чувством, например, чувством злости, допустим. Вот. И это, это очень печально, вот, очень печально, что, что так, вот. Вот. И при возможности, если у вас есть такое желание, да, можно научиться, можно научиться реагировать на все эти вещи по-другому. Вот. Ну, главное, чтобы вы, чтобы вы хотели этого, главное, чтобы вам это было самой интересной. Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего опыта. Вот. Изучите ее, пожалуйста, на досылке, когда и если у вас будет такая возможность. Вот. Изучите, пожалуйста, психологическую игру преследователя. Или, как по-другому еще можно назвать ее, да, треугольник карбона. Вот. Изучите, пожалуйста, это я думаю, что какие-то вещи вам будут здесь. Понятные, потому что вы описываете ситуацию, где человек молчит. Вот. Ну, как бы обвиняя его в том, что он молчит. Вот. Вот. Я полагаю, это неспроста. Вот. Совершенно. Совершенно неспроста. Совершенно неспроста. Совершенно неспроста. Вот я думаю, что с этим связаны некоторые ваши, ну, скажем так, очень важные переживания. Вот. Ну, ваши собственные. Ваши собственные переживания. Очень важные. Вот. Другой вопрос только, вот, какие. Вот, да. Вот. С этим, конечно, нужно разбираться. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Ольга. Центр pushing EMS с бо lowering interest rates. Продолжение следует...